Мы шли с содержательной программой на эти выборы. В ходе выборной кампании мы провели 14 крупномасштабных акций и действий, которые позволили нам донести нашу программу до избирателя. И Налич сказал про те миллионные тиражи. Да, в ходе этой кампании мы выполнили и огромную, скажем так, просветительскую работу. Это прежде всего кампания подставки правительства. Почти 2 миллиона голосов собрано на улице. В интернете у нас 126 тысяч подписей, в том числе молодежи. Акции протеста КПРФ и академических профсоюзов против реформы Академии наук. Крупные законодательные инициативы, которые Геннадий Андреевич, Иван Иванович и Владимир Иванович. Если в этот период и наши региональные собрания начинают с концепции предотвращения незаконной миграции, заканчивая поправками и ремонтом вот этого уродливого закона об образовании. Наши инициативы в поддержку наиболее незащищенной категории «Дети войны». Мы признательны, что они широко нас поддержали на выборах. Мы единственная политическая партия, которая преодолела муниципальный фильтр и административный ресурс на выборах губернатора собственными силами, подчеркну, собственными за счет собственных ресурсов. В этом мы проявляемся как альтернатива партии и власти. Ну и отмечу только особо противодействие для криминальным и прочим варократическим группировкам в ходе этих выборов, особенно в Ивановской области, где против нас применялись все приемы полицейщины. От заточения действующего депутата и первого секретаря нашего обкома партии Ивановского-Кленова в КПЗ до постоянных арестов, задержаний. И, наконец, даже два наших кандидата встретили день выборов в камере предварительного заключения. И заканчивая поджогами автомобилей Московской области, избиением серьезным наших кандидатов в Московской области, поджогами, поджогом в Иркутской области, желающие могут посмотреть соответствующий ролик на сайте КПРФРУ, как реальную прессует власть реальную оппозицию. Мы удовлетворены тем, как мы доносили нашу кампанию до избирателей наши программные тезисы. Мы, конечно, сожалеем, что, по сути дела, летний период привел к тому, что мы не смогли, не получили законных условий для донесения через дебаты этой программы. А, конечно, пик агентационного периода на август месяц – это профанация выборов. Ключевой вывод, который мы делаем, в том числе из этого, в выборной кампании – мы настаиваем на отмене единого дня голосования в сентябре. Мы уже слышали, что избиркомы также поддерживают эту идею. Если власть хочет дальше делегитимизировать выборный процесс, она может назначить и на август выборы в единый день голосования. Но чем это обернется для нее, пусть потом не жалуется. И не ходит, и не скулит, не повторяет аргументы КПРФ. Вот сейчас «Единая Россия» и представители Центра избиркома по поводу избиркомов региональных повторяют все аргументы КПРФ, когда принимался этот пресловутый закон о едином дне голосования в летний период. Они все наши аргументы повторяют. И оказывается, КПРФ виновата в низкой явке. Вы сейчас по окончании получите результаты работы красного контроля с анализом того, какие были нарушения. Граждане возмущены нерегитимностью происходящих выборов. И поэтому на выборы не приходит господин Неверов. Посмотрите, здесь видны все типичные нарушения. И ключевые, начиная от подсчета голосов, здесь статистика проведена полностью структуры. Вы виноваты в том, что избирательная система дерегитимизируется. Следующий вывод. Мы получили достаточно широкую поддержку на губернаторских выборах наших кандидатов. Да, на губернаторских выборах мы не смогли добиться ни второго тура, ни победить. Однако, если говорить о выборах на районном уровне, ареалы побед нами достигнуты. Это начиная от Московской области, где у нас и в Латошевском районе победил наш кандидат, и заканчивая Новгородской областью, Пестовский район, Летовский район, Забайкальского края и так далее. Сейчас данные эти все считаются, но мы имеем порядка более десятка районов, где наши кандидаты-мэры победили, и которые получили поддержку избирателей. Мы имеем довольно, скажем так, удовлетворительные результаты. В целом у нас 20% по поддержке наших кандидатов на выборах муниципалитеты верхнего уровня в главах районов. Мы получили ощутимую поддержку в 104 выборных кампаниях верхнего муниципального уровня. Если сравнивать все выборы по спискам, то у нас результат от 17% до 19,16%, около 20% по выборам муниципалитета различного уровня. Самые высокие результаты у нас в муниципалитетах это в Владивостоке, на Дальнем Востоке, Амурская область, где результаты колеблются от 45-40%, где мы реально победили в том числе Единую Россию. Если подводить вкратце итоги законодательной собрания выборов всех уровней, мы выполнили ту задачу, которую ставил президент, состоялись и сохранили свои позиции как второго полюса силы, второй альтернативы партии власти, несмотря на все те спойлерские технологии. Отмечу, что только КПРФ выдержала ту молотиловку и в Москве, и только КПРФ выдержала молотиловку, и в том числе на региональных законодательных собраниях. Да, Единая Россия отчитывается, что за счет Чечни, Кемеровской области, она там получила за 60% средний результат поддержки. Но если мы возьмем региональные центры, у нее уровень 38,1%. Это и 0,2%. Это в любом случае очень-очень невысокий результат. Какая тенденция? Пул Богданова, вы понимаете, о чем я говорю, так называемый десяток партий, которые сварганили из Москвы те и те же кандидаты для перераспределения. Но надо сказать, что да, они эффективны почти на уровне ЛДПР. 3% по всей стране на региональных выборах и 3% на выборах в муниципалитетах. Они преподнесли Единой России в виде дополнительных мандатов. Фальшивые коммунисты тоже, извиняюсь, 2,27%. И это на уровне регионов. И фальшивые коммунисты 3% на уровне муниципалитетов. Отмечу, что на этих выборах поменялись полюса. КПСС с мертвой бабой, извиняюсь за выражение, зарегистрировано незаконно уже по фальшивому заявлению, получило от 3 до 5% регионов. Это, еще раз говорит, фальш всей системы выборов, которые насаждает партия власти. Коммунисты России поменьше. На прошлых выборах было наоборот. Ну и самое любопытное, так называемые прозападные либералы, которые концентрируются вокруг партии, поддерживающих гражданина Навального, Немцова, РПР Парнас и прочие. Они получили на региональном уровне 1,7% в средний процент, в городах 8%. То есть партия, поддерживающая транснациональные корпорации, партии, пытаются использовать технологию зацепиться за раскрученного властью кандидата в Москве, чтобы получить поддержку либерально-ориентированного избирателя и в регионах. Ну и самое любопытное, конечно, просили и ЛДПР, и справедливая Россия, и парламентских партий. Они, по сути дела, на уровне 5% барьера. То есть до 7% они не дотягивают. Еще раз подчеркну, КПРФ сохранила статус второй политической силы. Коммунистическая многопартийность, хотя и пощипала в определенной мере, но не позволила, скажем так, воплотить надежды партии власти. Другие парламентские партии, скажем так, остаются на уровне 5% барьера. Вот, если описывать все технологии партии власти. Еще одно замечание. Нам господин Путин рассказывал, что нужны мэры, губернаторы, политики, не политики, а хозяйственники. Я думаю, что все избиратели громко хохотали, когда увидели, что, скажем так, не хозяйственники в Московской области гражданин Воробьев, в Орловской области, Ильковский получили под 80%. Выборы губернаторов у нас все дальше продолжают. В Орловской, Владимирской. Да, Владимирской области, извиняюсь. Значит, любовь к варягам, пришедшим в эти регионы за два месяца, достигла апогея 80%. Я поздравляю партию власти с успешной политтехнологией. Это еще раз говорит о том, что выборы губернаторов – это не выборы, это назначения с элементами голосования. Ну что ж, мы тоже успешно противостояли и этой технологии доказали свою состоятельность. В заключении еще одно замечание. Мы отдаем себе отчет, что власть после того, как она провалилась на муниципалитетах, я уже напомнил цифры, на уровне только третьих голосов, будет пытаться сократить партийную квоту муниципалитетов. В этом направлен законопроект господина Клишеса, сенатора. Его уже одобрила «Единая Россия» на уровне комитета по законодательству. Не 50%, а 25%. Я хочу предупредить господ из «Единой России». Вы видите, что это, по сути дела, вы можете, конечно, думать, что это и против КПРФ, как подлинной оппозиции, сокращение ее регионального влияния. Но это путь и к переформатированию вас. Не повторяйте опыт Горбачевской КПСС, не вырывайте себе собственную могилу, поддерживая вот этим законопроектом, по сути дела, уничтожение партийной системы на уровне муниципалитетов и регионов. Но это уже их выбор.